Надо Вас видеть в преддверии открытия 5-го журнального пастиларя циркового искусства 5 лет. Я хотел бы представить тех людей, которые наверняка основных Вы знаете, но есть и новые лица. Хотел бы сказать, что в этом году мы немножко так формат работы жюри поменяли, и я сложил свои полномочия. Я не председатель жюри, и я думаю, что мы по этому принципу пойдем. Каждый день у нас будем просить кого-то члена в жюри, чтобы быть садим в жюри. Я с удовольствием хотел бы представить председателя жюри 5-го международного фестиваля, народного артиста России, генерального директора компании «Розовый цирк» Косогутович Ковнуков. Я понимаю, что вы бежиссер. Пока. Пока. Генеральный директор Московского цирканикул на Цветом бульваре Максим Ильич Николаевич. Новое лицо на нашем фестивале – директор артистического агентства «Жарский цирк» Пётр Любинский. Человек, который долгое время возглавлял Будапештский цирк. Он был в составе жюри на прочном фестивале господин Ништон Ништон. Основатель Будапештского фестиваля. Очень уважаемый человек. Город Латина, Италия представлено президентом фестиваля господин Фабио Мантико. Династийный цирковой человек, директор зимнего цирка Парижа, Харчевского бюлера. Вице-президент фестиваля в Монте-Карло, господин Роспец. Город Сан-Поль-де-Дакс, юг Франции. Уже многие годы проводит роковой фестиваль. С каждым годом фестиваль набирает обороты, престиж. Наш большой друг, Месье Пременопологой. Это же новое лицо, но мы его видели в немножко другом статусе. В качестве артиста династия цирковая. Мы попросили Андрея поучаствовать в качестве члена жюри. Андрей Митяков. Андрей Митяков, директор зимнего цирка Парижа, директор зимнего цирка Парижа. И один раз в качестве артиста династия. Генеральный директор зимнего цирка Парижа, директор зимнего цирка Парижа. Сынка цирка Парижа, директор зимнего цирка Парижа. Сергей Леонидович. Я еще одного человека хотел представить. Это сын Иштона. Кристиан. И нам помогает Леночка Шурубенко, которая приехала вместе с Магио-Мантикой. Спасибо вам большое. Пожалуйста, прошу вас задавать вопросы. Можно? Только у меня просьба. Представляйте, чтобы мы знали, какую... Здравствуйте. Выка Зароскина, Майя Владимировна. Можем мне задать вопрос, конечно, как фестиваль меняется по сравнению с предыдущими четырьмя. По вашим внутренним ощущениям, что будет нового и что традиционного. Чего идет от этого фестиваля? Чего добавится? Давайте, раз меня временно назначили, я начну и, коллеги, продолжим. Судя по составу жюри, который представил министр культуры, вы можете судить об уровне фестиваля. Здесь вице-президент главного фестиваля в мире. Здесь генеральный директор Московского цирка. Здесь представлены, в общем-то, фигуры в нашем цирковом деле очень значительные. Очень значительные. И мы приезжаем сюда, в Адмуртию, каждый год на этот фестиваль в ожидании новаций, о которых вы спросили. Во-первых, я очень благодарен и директору цирка, и министру культуры за назначение председателя в жюри. И нравится мне эта идея, что каждый раз будут рулить новые люди. В этом есть знак демократичности. Что касается новаций, мне очень нравится, что в этом фестивале еще много комедийных номеров. Потому что уникальная группа из Украины, Побликовы, потрясающий Виллер Николодий и новый клоун, который еще много лет уже работал в цирке Ранкали, а сегодня обретает свое новое лицо, Панукалин. Немецкий клоун с фамилией Панукалин. Это простой немецкий человек. И это, в общем-то, знак того, что умирающая жанра клоуна, до которого становится все меньше и меньше, в мировом цирке, не только в российском. Поэтому здесь уделяется значительное внимание организаторами, продюсерами, режиссерами и конкурсами. На этом фестивале присутствует одна из самых лучших команд нашего современного цирка, братья Запашни, которые с успехом гастролировали в вашем городе. И мне особенно нравится, что здесь будет премьера номера, который уже был частично показан на спектакле «Легенда в Мужниках» в Москве. Но это уникальный номер групповых жанглев, потому что там участвует даже, боюсь сказать, сколько человек, по-моему, около 20 человек, там с содействием лошади, колесницы и все-все. Это абсолютная инновация. Здесь присутствуют артисты разных стран, представители арабских дрессировщиков, львов. Здесь присутствует из Армении Тигран, который привез тоже уникальный свой номер. Здесь представлены все мировые направления циркового искусства. И мне кажется, что новацией циркового фестиваля в Уржетске является то, что они чувствуют пульс времени. Цирк меняется, как и в семье искусства, как и вся наша жизнь. И создатели этого тяжелейшего, честно говоря, мероприятия, потому что тот, кто не делал никогда циркового фестиваля, не может сопоставить его ни с чем. Я тут ругался недавно с одним руководителем и доказывал, что кинофестиваль – это когда пленки с кинофильмами привозят в чемодан. Вы положили железные коробки, вот вам кинофестиваль. Музыкальный фестиваль, скажем, скрипичный фестиваль, скрипки привозят с собой тоже в футлях. А для того, чтобы сюда вам собрался полмира лучших номеров цирка, вот эти организаторы – Дмитрий Евгеньевич, Сергей – просто положили здоровье и финансы, которые уважаемы нами всеми членами жюри президента Лудмуртии, потому что его внимание особое на все чувствуют и на себе, и на этом фестивале. Это надо было, чтобы они со львами, с тиграми, с лошадьми прилетели, приехали, пересекли границу, ветеринарные преподы, разместить, поселить у всех разные каприз. Это же армия артистов здесь. Мне трудно сравнить на организации циркового фестиваля с чем-либо еще. Это очень тяжелый, сложнейший ивент, и он проходит здесь, в Жирске. Вот эта армия, в общем-то, первого ранга цирковых менеджеров и продюсеров, и режиссеров здесь у вас собралась, мы сидим перед вами, ради того, чтобы сказать, что это один из важнейших фестивалей современного цирка, современного мирового цирка. Мне, собственно, все, я прочитаю. Прежде всего, у вас есть любимчики или номера, которые выждутся с особым нетерпением? Максим Юрьевич, с компетентом. Мы сейчас с нетерпением, глубоко. Длинный год до полгода, седьмой фестиваль. Седьмой фестиваль, международный. Первый наш Московский, потом Умроно в Сан-Поле-Габс, потом Монакова, потом Париж, потом Будапешт, потом замечательный фестиваль в Испании, в городе, в Загонин-Фигерске, сейчас Сыжевске. А во-сей-то, в Загонин-Фигерске. А в Латине? Я не был в Латине. А, вернее. И что характерно, когда так плотно и быстро все это череда проходит, имеешь возможность моментально сравнивать. Они все разные. Они все очень разные. У всех есть своя концепция. В Загонин-Фигерске сегодня, пожалуй, и жесты. Здесь концепция фестиваля, как бы идеи, и, точно сказать, перед тем, ее нет. И, наверное, это правильно. Объясню почему. Потому что, ну, Париж северного дома, с завтрашнего дня, это для молодых. Не для начинающих, не для пацанов, а для молодых. В нашем смысле это то самое, у нас только еще чуть пониже ценз. И еще мы стараемся вытащить людей из Луны. Так, чтобы люди могли показать свои возможности и дать им шансы. Там фестиваль Леофигерс, который пролезает мой друг, Денис Матагош. Там, в принципе, другой. Там работают номера, приглашаются номера, которые еще ни разу не показывают его. Монте-Карло, понятно, это для обрученных, это для суперпрофессионалов. Ну, вот, как бы, у каждого есть какое-то вот направление. Здесь, как-то не вижу, но, мне кажется, главное здесь совсем другая программа. То, что сказал Васильевич. Я встречаю знакомые номера, которые, собственно, посмотрю раз 20, наверное, потому что такие не стареют классики. И есть фамилия у меня совершенно знакомая, которой я с интересом жду, что они показывают. Здесь, скорее, собираются артисты, вернее, собирают артистов, чтобы устроить праздник Гори. Праздник Гори. Показать и классические жанры, и люди, которые сидят в цифровом мире, которые серьезно за этим отдавали, как мастера, действительно мастера. И, в то же время, молодые начинающие, которые посмотрят на работу в цифровом мире, которые смотрят на каналы. Я не могу себе представить, что подъезд на ладонь, посмотрев на работу, допустим, на пашню, не могу что-то для себя переосмыслить, по-другому почувствовать и по-другому понять. Поэтому это очень правильно. Это праздник, и я думаю, что он продолжался. Я думаю, что старые люди, которые его делают. Я не тогда у вас и вся сформулировал, на самом деле, очень простую мысль, что цирк – это часть нашей культуры, верно? Многие к нам относятся по-другому, но я считаю, что это часть нашей культуры. Более того, это часть нашей культуры, с которой впервые каждый из нас сталкивается. Потому что маленького человека ведут не вот его, и не наполеют, и не кинул, а рот в цирк. И вот от того, что он там увидит, мне кажется, я убежден, во многом зависит, и, так сказать, не во многом, по крайней мере, зависит, кто к ним сталкивался. Здесь он увидит красивые пенели, прекрасные декорации, великолепную работу, демонстрацию того, что за пределами человеческих возможностей – это не может нам подействовать. А если да, не увидит, то, понимаете, вот, собственно, для этого мы работаем. И для этого проводят фестивали. И еще же было важно то, что фестивали для нас, для людей, для которых это, помимо творчества, еще и бизнес, мы же, в общем, бизнесмен, мы управляющим, и нам все это. Это, своего рода, биржа. Не открывать, что она выявлено, исключать все контракты, и сделать на перспективу какие-то возможные планы. На фестивалах можно понять, если организировать целиком, тенденцию развития цирка. На короткий период времени, на год, на два, на черниль, они не отслеживались. Допустим, в последние два-три раза был такой отток по французски, что называется «всерконтампорам», это называется «всерконтампорам». «Всерконтампорам» 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 «всерконтампорам». Но как бы все на это кинулись, вот, по-всерконтампорам. Сейчас уже все процессы, уже обходят, уже потихонечку в классики возвращаются. На них, понимаете, экспериментов, на них эксперименты хорошо в лаборатории. А в данных ситуациях больше двух тысяч человек, они должны видеть то, что они хотят, то, что они ждут, к чему они готовы. На них не упорок одного. Ну, в соответствии с остальнейшим образом. Если у вас попрощение, любимчики, это будет совершенно не так. Есть ли фавориты, возможно? У вас сейчас сложно делать прогнозы, невидимые прогнозы, но все равно есть ли какие-то фавориты на фестивале, уже сейчас? Я не буду ничего говорить. Потому что, во-первых, есть такой момент, как обсудили члены Библии программы в целом, но вам уголовительность. Вы можете сейчас о таком говорить. Бывает так, и на моем, наверняка, у всех есть это доброе, когда какой-то номер, который, ну, в общем, не имел с фаворитом, это ничего не случилось. Так тоже бывает, международные ситуации. Это дело не в каких-то тенденциях, в стране любимчиков, а в том, что он объективно смотрелся хуже и не так ярко, не так вспоминающих остальных номеров, которых, может быть, никто не из нас. Да, конечно. Знаете, вот как вот, и сейчас есть название народного фестиваля, нужно ответить на вопрос. Ну да, это, какие-то предварительные очки, может быть, дает. Но все упаковывается на фестивале. Еще много зависит от того, как там можно работать. Есть же техника. Если партнеры варим, на каких-то моментах народный можно. Если до начала фестиваля мы вам назовем любимчиков и фаворитов, нам можно так даже не смотреть. А зачем это работает? Мы члены жюри, и мы должны быть объективны и к молодым, и к старым, и к опытным. Так что вы же простите. Наши фестивали в московском три года подряд получали золото китайцев. Но заслужили, получали. Ничего не можно делать, они, конечно, мошенцы. И уже в интернете написали, а зачем нам нужно специально золото для китайцев? Придумайте, в учительную аэропорту, когда они приезжают. Григорий Бухов, «Я и новости». Вы уже затронули это дело. Пока зрители будут наслаждаться, вы будете обсуждать. Я хотел вам задать вопрос. Каковы вот эти перспективы? Я хотел вам обсуждать вопрос, не задавайте. Я хотел вам обсуждать. Как вы видите перспектив развития церкви? Многие говорят о том, что церкви превратится просто в некую технократичную, технологичную постановку театральную. То есть технологии все-таки будут? Нет. Или... Я считаю, что нет. И мы именно такой подход позиционируем, как я знаю, позицию Церкви Мутлова и Российской государственной церкви. Но в той же самой истории мы не хотим закрывать техники декорациями мастерства артилии. Не хотим отвечать этому вниманию. Вот вы знаете, я сейчас сказал на церкви Сулей, который в Москве сейчас сидел, в Камильском дворце, мне их понравилось. Потому что там, мне кажется, перебор именно в техническом плане. Там декорации дают артилии. Там большинство отвлекается внимание от того, что они делают. Там два совершенно роскошные номера работают, например, Толя Залевский, декоративист, который-то вообще не понимает, почему он там живет, в принципе, если по этому концепции исследовать. А второй номер, совершенно роскошный номер, который копировался у нас в центре, Саша Гремаева, режиссером Дженни Кастер, Швейцария, Сергей Залевский, русский и девочка на палке из Канады. Палка, да? Палка, да. Белая ворота. Белая ворота. Крамка, белая ворота. Они получили золотую победу. Они получили золотую победу. Они получили золотую Монте-Карло. А здесь нет. У них другие костюмы, другая музыка. Вокруг их, шмейцы, шмейцы, персонажи. Они потерялись. Просто номер, не вернутся. И я говорю, я жилой, я жилой, я жилой, я жилой, я жилой. А номер чудовищный, просто красоте. Народ ставил Монте-Карло, владелец. Вот этот подход, когда перегруз, перегруз в технике, в спецэффектах, в инсталляциях. Это классно, то и сделано. Безумно дорого стоит, я знаю прекрасно. Чудовищные деньги, бог нет. Но это работает уже от минус. Потому что не видно, не видно церковь. Не видно церковь. Но мне очень мощно идет, вот все-таки, по-моему, я не знаю, что победит, это очень лучшая церковь бренд или церковь индивидуальность? Как вы себе участвовали? Вы знаете, мы делаем в разных вещах. В церковь искусство, это естественно индивидуальность. В церковь бизнес, это, конечно, правильно. Это совершенно разные вещи. Но эти артисты в разработке брендов не участвуют. У меня занимается человеком более сильным, специально очень. А где занимается своим делом? И для меня, я не большой покорный церковь бизнеса, мне и некоторые спектакли очень нравятся. Некоторые, вот то, что я прохтуализовывается, то, что у меня сейчас совсем не понравилось. Варикай, но Z тоже мне не понравилось. Оливье замечательный спектакль, с Антимбанком прекрасный спектакль. То есть, есть, есть там, что все сравнивать. Но, для меня, вот за что я безумно уважаю и Гиллер Берте, и Жили Шанхова, не за то, что они сделали такой вот церковь, а за то, что им бить людей на день, чтобы сделать такой церковь. Потому что, понимаете, когда мне говорят, мне все это нравится в день, деньги не главные, но без них нельзя. не потому, что все покупается, а потому что, если есть деньги, можно найти, с лучшим хореографом, с лучшим художником, с лучшим дизайнером, то используют самый лучший свет, звук и технологии. А это все очень важно. Я считаю, что это очень лёгно. Для объективности вашей информации, я бы хотел, чтобы выступил один из самых уважаемых членов жюри, господин Олз Пинц, и он ответит вот вопросы, которые были заданы. Я считаю, как бы основывающие, с ними, здесь не говорящие, не говорящие. Окей. К сожалению, я не говорю по-русски. Я прошу прощения, если я неправильно буду переводить, так что вы заберите. Пожалуйста. Я очень рад, что я здесь. Я счастливый. Я здесь. У меня это пятый раз, когда я нахожу на этот фестиваль в Азиасске. Это здорово иметь шанс приезжать в Азиасске. Я думаю, что это интересно для вас, молодых журналистов, и вам, журналистам, что есть всего два фестивала в мире, которые создаются и поддерживаются государственными людьми. Это фестиваль Азиасске Монте-Карло, который был создан принцем Ренье в 1974 году. И здесь у нас есть возможность в Уль-Мурсии чтобы президент, президент Волков, любит цирку, продемонстрирует цирку, и также здесь, в Уль-Мурсии, этот фестиваль, который и создан, и поддерживается, и направляется господином Волковым, который является президентом. Я просто напоминаю вам, потому что фестиваль, например, российской государственной компании, начиная с Красной площади, которая не имеет аналогов ни в каких городах, ни во Франции, ни в Казахстане, и фестиваль Мурсии, который только что пришел. Вот лауреант этого фестиваля сегодня лучше инвестирует. Just a second. You said just two. Они также поддерживаются государством и Министерством Кургаза. Thank you. Just a mistake. Big mistake. I think in Уль-Мурсия one really has to be very happy about this fact. And in addition, there is the support of the Minister of Culture for this Mongolist festival. Also, it is very important to know for you that Mr. Volkov is among only four persons in the world, the only one to be ambassador of the circus. Under the presidency of Princess Stephanie, within the World Circus Federation, we could name two years ago Mr. Volkov as Ambassador du Cirque. And to finish my general words, in the next year, January 2013, we have already our 37th edition of our festival of Monte Carlo. In January 2021, we will be the 37th of our festival of Monte Carlo. And I wish to the festival of Iger to have the same way to go. And I wish to the festival of Iger to have the same way to go. Yes, thank you. Now I'm ready if you have some concrete questions. If you have some concrete questions... Mr. Josu. I'm sorry. Mr. Volkov, I'm sorry. Mr. Volkov Mr. Volkov, Mr Volkov, Mr. Volkov, Mr. Volkov, MrVolkov, Mr Volkov, . Не услышал последние слова ваши. . Вы очень хорошо понимаете людей, которые знают, что их оценивают. Ну, начну с того, что Ижевский цирк – это символичное место именно в развитии моей карьеры. Я действительно первый раз участвовал здесь, на фестивале, как участник. Получил зону. И что касается даже моего сейчас положения, это тоже очень интересно. Это первый раз я по ту сторону кулисы. Обычно всегда нахожусь за кулисами, как артиста. Теперь сложная задача, честно скажу, очень сложная. Но то, что касается судейства, то я думаю, что даже есть любимчики, есть люди, которым я симпатизирую, но здесь должны быть честные правила, должна быть честная игра. То, что касается меня, то я не смогу... Не страшно? Чуть-чуть? Волнительно. А еще у меня вопрос. А как проходит процесс голосования? Я не знаю, как из бумажки, голосую, кто возьмет золото? Бывает, что вы спорите? Или все-таки это как-то едино? Золото как золото? Вот фестиваль открыл и придумал вместе с президентом министр культуры. И он проводит его в пятый раз. Я думаю, он расскажет лучше нас. У нас нет той системы, которая на многих фестивалях присутствует. У нас нет баллов. Потому что эта вещь достаточно субъективная. Посмотрев первый номер, мы можем совершенно по-другому переоценить то, что происходит. Или программа появилась, потому что в момент такого субъективизма, временного субъективизма возникает. Поэтому мы отказались от балльной системы. Мы смотрим все номера и затем обсуждаем. В данном случае они будут обсуждать без меня. Господа, я думаю, вам будет интересно выслушать еще несколько человек за этим столом. Потому что это действительно лидеры мирового цирка. Иштон Кричтоф не только лауреат Монте-Карло как артист, а это высшая степень признания. Он много лет возглавлял венгерский цирк, который был одним из лучших. Из лучших цирков Европы. И он создатель вместе со своим сыном Кристианом фестиваля, который проходит в Венгрии, в Будапеште. Который также имел государственную поддержку. И в нашем понимании это тоже один из лучших фестивалей в МИИ. И я думаю, что Иштон для нас, для всех это профессор цирка. Он скажет два слова про Ижевский фестиваль. Он говорит по-русски. Это стесняется, но мы говорим по-русски. Может, это помогает мне, да? А я хочу сказать, что каждый фестиваль, это праздник. Это праздник на участие, на артисты, которые выступают и работают. И это праздник на третий, который любит цирковой искусства. Цирковое искусство, это должно быть внутри европейского искусства. Многие думают, что цирковое искусство, это уже старый, и может быть устроен. Мы думаем, что цирковое искусство очень важное и хорошое, потому что они показывают, что цирковое искусство, она живет, и она тоже живет. Мы в Венгер, и мы до этого момента фестиваль, мы тоже слышали, что Ижевский фабрика. Мы сейчас уже знаем, что здесь у Ижевского искусства есть прекрасный цирк, который режет самым хорошим фестивальом. И для этого мы хотим поздравлять организаторами. Господа, я от всей души рекомендую вам, всех сидящих за этим столом, слово Фабио Мантико. Один из изумительных фестивалей, который проходит в 30 километрах от Рима, в городе Латино. И мы все считаем его тоже очень серьезным международным уровнем соревнований. Вот организовал этот молодой человек, он туда собирается, он проводит изумительные коллекции от Китая, Вьетнама, Азии и до Европы, и до России. Это наш большой друг Фабио Мантико. Я думаю, тоже два слова скажет о фестивале в Ижевске. Вам будет приятно, это итальянский серьезный продюсер приехал к вам сюда в Ижевске сказать вам эти два слова. Фабио. Есть много фестивалей в мире, и каждый фестиваль имеет свою тематику, как уже до этого говорил Министер Никулин. Но все эти фестивали, которые объединяют все эти фестивали, это то, что объединяет все эти фестивали. И это идея, которая вносит в нашу жизнь историю цирка. То есть, чтобы цирк не умирал, чтобы искусство это жило, то есть вот эти фестивали созданы именно для того, чтобы цирк жил и продолжал свое существование. И благодаря, опять же, благодаря фестивальу, то есть как бы все это делалось ради... ради цирка, но, тем не менее, вот это же европейцы, которые вот здесь присутствуют, да, как сказал перед этим личством, как он сказал, что они знали только про фабрику, да, то есть про оружейный завод, который здесь производится оружие. Фабио, например, тоже говорит, я не знал, например, что вообще существует такая республика в Муртии, да. Сюда он приехал, он увидел, нас платили на многие экскурсии, то есть Чайковский. То есть для европейцев, конечно, это развитие, как бы, культура, и это все благодаря этому вашему фестивалю, который проводится. Я четвертый раз приезжаю на этот фестиваль, говорю, Фабио, и большое спасибо за приглашение. Мне очень нравится сюда приезжать, мне очень нравятся зрители, мне нравятся отношения организаторов фестиваля. Большое спасибо один организаторам за приглашение, и спасибо всем вам. Господа, для каждого секундочку, сейчас я еще, позвольте, редко когда услышите этих людей, простите меня. Для каждого циркового человека фамилия Буглеон, это фамилия легендарная. Не будем говорить, что в цирке, очень мало стационарных цирков в мире, и в городе Париже стоит один из самых красивых стационарных цирков из тех, что есть в мире, так же, как в Мюнхене. Цирк называется Буглеон, его возглавляет и артист, и артистический директор, и продюсер Франческо Буглеон, и он также приехал сюда на ваш фестиваль из города Парижа. И хочет вас снова сказать, сиугле Франческо, фьюор цибал фестивал в Нижевске. Франко Буглеон, фарки Буглеон, фарки Буглеон. Европейские продюсеры говорят на 5-6 языках всегда. Финал, французер, 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 французер. Французер, французер, французер. я лишь попытаюсь фестивали дать франческа тоже говорит очень важные фестивали надо их проводить обязательно потому что фестивали встречаются видят новые номера новые направления в цирке и действительно очень важно их надо проводить фестиваль будет расти буду надеяться, что этот фестиваль будет расти и будет проводить его каждый год и сейчас лучше и лучше и для артистов это тоже для артистов как бы они приезжают сюда да, они приезжают в серию чтобы получить приз но если они все заполучили заработный контракт для них это тоже хорошо чудесно с удовольствием есть один из выдающихся наших продюсеров организаторов многих фестивалей Петр Дубинский представляет паркерпс продакшн петь у нас 3 минуты до начала стиха очень быстро значит я вернусь к вопросу кем вы видите будущее цирка технологичными современными или традиционными я думаю у каждого свое предпочтение здесь но я думаю что оно будет разным и оно развивается как разное и каждый из форм имеет свой интерес и свое уважение и для меня Ижевский фестиваль это именно поддержка разных форм цирк замечательной русской традиции номеров с животными огромная поддержка и лучшие номера работающие на фестивале что бывает на других фестивалях но не очень часто лучшие европейские американские азиатские номера и номера модерна номера новые необычные как будет японский номер сегодня например на спектакле то есть для меня важно в этом фестивале что он не выбирает только одну форму цирка а поддерживает разные формы цирка и это развитие для всего закрывалось поэтому для меня приезды сюда за второе в этом как члены жюри очень важно и я безусловно ожидаю очень большого успеха в этом фестивале у нас пять минут ребят давайте я хочу обязательно обязательно как проходила два участника много было заявок на другие истории лучше всегда мало это ответит естественно на сергей григорьевич и я я считаю большая честь для любого человека кто в этом году и всегда и каждый год для меня это наверное самое яркое событие то в этом году у меня два ярких события это столетие театра в котором я честь будет руководителя сирка которых мы многих знаем но действительно член жюри должен быть как камень крепок и хотя это очень сложно я думаю даже намного сложнее чем предполагает фестиваль пронал организатор одного из небольших фестиваля очень красивых и ярких фестивалей во франции тоже поприлинил первый раз на у вас в ижевске скажет два слова фестиваль в ижевске кто то переведет с французского точно французского 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 И, конечно, помимо какой-то коммерческий основной, огромный момент, который делает официальный ружейский, это пропаганда циркового искусства по всему миру, по всему миру. С하지, что по всему миру, по всему миру, по всему миру... на него произойдет большое впечатление и как он увидит на всех участников фестиваля Министер-оркеста. М. Пилс, я надеюсь, что будет 37 фестивалей, но я надеюсь, что я буду очень старый, быть еще здесь в 32 лет. Министер-оркестер скажет, что здесь мой фестиваль, и я надеваю, что вы готовы, что вы как-то такие поздравы. Сейчас мы вам дадим вопрос, но вы задали предыдущий заслуженному работнику культуры Удмурции, директору цирка, замечательного директора, одному из организаторов, Сергей Григорьевич, как вы организовывали фестиваль, как вы отбирали артистов? Вопрос, как выяснилось к вам, как организатору? В двух словах, есть оргкомитет, в который входят представители разных цирковых жанров и представители общественности. Все номера отсматриваются номером, которые мы отсмотрели на этот фестиваль. То есть из этих номеров и аттракционов можно было бы создать полноценных, я думаю, что 50 программ. Поэтому то, что увидят жители нашей республики, я считаю, что это самое лучшее, то, что представлено на сегодняшний день в мире цирка. И все фестивали, которые проходили, я думаю, что вы все их смотрели. Это именно самое лучшее, что есть в мире цирка. Поэтому рассматривается и работа проводится очень большая. Сколько ты нам даешь времени на вопросы журналистов? Сейчас без 15. Ребята, без 15. Нам нужно дойти в среду президента, поэтому ровно 5 минут с ограничением. Пожалуйста, молодежь. У меня вопрос к Андрею. Андрей, в интернете на сайте цирксов.ру появилась информация о новом телевизионном проекте «Цирк на юге». Скажите, что вообще за проект и будет ли освещаться то, что происходит сейчас в фестиваль с руководством? Это новый проект, который мы решили сделать совместно с компанией «Цирк» и будет транслировать все цирковые номера, которые будут работать на фестивалях, которые будут проходить на пространстве Российской Федерации. В дальнейшем, конечно, будем уже рассматривать вопрос о том, чтобы транслировать международные фестивали. И самое главное – это музыкальный канал «Мюзик Попс». Они вот изъявили желание транслировать все цирковые номера. И наша программа будет называться «Цирк на юге». Такое двойное название, ведь цирк – это тоже символизирует смех, радость. Решили попробовать. И самое главное – это большое спасибо «Русцирку.ру» к сайту, в базе которого находится около 25 тысяч записей цирковых номеров, начиная еще с черно-белых записей. Это очень приятно действительно, как цирковому ребенку, заходить на сайт и смотреть, как работал твой прадед. Это действительно замечательно. Я думаю, что очень многие из вас, сидящие здесь, не видели, как работали наши предшественники, поколения наших бабочек и дедушек. Это был действительно великий цирк, и я хочу, чтобы это восприятие оставалось и в памяти у вас. И, естественно, это самое главное – у нас должна быть взаимосвязь артистов и зрителей. Чем больше вы будете знать о том, что происходит у нас на манеже, тем больше мы будем для вас стараться. Спасибо, Андрюш. Еще вопросы? Есть у вас две минуты. Я хотел бы разговаривать. Служу еще вопрос к вам. Какая атмосфера на время фестиваля в «Жестных записах», особенно учитываясь, что это здание от населения новое, то есть всего 10 лет, какая атмосфера? Вы знаете, это на самом деле по-разному. У нас есть определенное количество атмосфер на любом фестивале. То есть для жизни это праздник, для удовольствия, для артистов – это работа, волнение и переживание. Для нас это работа, это обсуждение. В принципе, мы не можем себе позволить на что-то отвлечься, и, естественно, просто программу торговую. Тут нужно очень тщательно, очень внимательно следить, поэтому общей атмосферы нет. Но все это для зрителей делается на самом деле. Мы можем любые решения принимать, любые медали, раздавать серебро и золотые. Главное, для зрителей все это воспринять. Вот для зрителей, я считаю, что зер атмосферу замечает. У нас вообще прекрасный зритель. Еще один вопрос есть у вас, ребята. Да, у меня последний вопрос. Скажите, пожалуйста, вопрос ко всем. Есть план посещения нашего жирского зоопарка. Это как сотрудники заявляют, что только в нашем единственном мире зоопарк, в котором живет единственная в мире прессирована Атлантическая моржиха. Они очень хотят ее вам показать. Мы не можем не посетить ваш зоопарк, потому что вместе с президентом, который создал этот фестиваль с министром культуры, нынешний директор ЦИНКа, его первый директор и создатель. Куда же мы денемся? Мы еще пятый раз поедем и посетим ваш уникальный зоопарк. Потом вас на вкус и будет. Ребята, огромное спасибо.